Приехали мы вот на такую ферму, Джалзанки Фааму. Народа, в принципе, как-то немного, нормально, но находятся в очень диком месте. Ехали сюда практически по каким-то узьим тропам через лес, но вид шикарный, среди гор, все так классно. Очень вкусный воздух, пахнет прям такой свежестью и зеленью. О, тут прям такой лакшери, ты посмотри, это гамаки, видишь? Сопогой трассе. Ага, зеро калорий, вон написано. Какой-то дансинг-ти, хаб, хаб бренду-ти. Ну, это типа как гербал на травяной чай, вот со всех цветочков, вот они собрали. Пойдем посмотрим ферму саму, вон сиризы у них какая ягода, в какой сезон растет. Здесь вот есть активити, то есть активити это детское, вот это все развлечение, в общем говоря. Какие развлечения у них здесь есть. Рыночек вот здесь есть, который продает фрукты, что можно перекусить, даже пицца. А это карта, значит, вот где что находится. Прикольно. Здесь даже человечками вот этими отмечено, куда идти, что обозначает направление. То есть, классно. Так, ну что, пойдем? Ну, как кремо... А как деньги? Ну, пойдем тогда положим, деньги возьмем. Нельзя с этой... Пойдем так, сумка меняли. Пойдем, поставим все. Вот это у кетсуки, то есть здесь расчет, и нужно здесь посидеть, покушать. Но мы сейчас заплатили 4 тысячи на двоих. Здесь дорого, здесь вход 600 иен у одного человека. И 1400 практически вот платишь за то, чтобы вишню поесть. Если еще хочешь какую-то ягоду еще, то есть там отдельно. Нам дали вот такие вот бирочки. Какой-то дум такой. А, тут пиццу делали. Вот печечки. При тебе, то есть, пиццу изготовят, ты можешь заказать ее. При тебе ее изготовят, ты здесь вот можешь сесть прямо на природе, покушать и помыть руки. Все, тут вот и мусорка, и руки, и дезинфекторы стоят. Супер. Супер. Ферма как бы очень такая навороченная, скажем так. Конечно, видно, что здесь все так подписано, все аккуратно. Везде все разбито на зоны, да. У них есть голубика и сжимолость. И вот ичигу, он подписан, клубничка. Но клубничка уже закончилась. Она до середины июня. Здесь даже таблички такие, куда идти. Красиво. У них здесь очень много чего растет. Я так поняла, что здесь очень большие плантации. Яблок, слив и разных ягод. Даже я нашла красную смородину, что большая редкость. Красная смородина на Хоккайдо – это редкость. Возле каждого дерева специальные лестнички, чтобы забираться. Все предусмотрено. Так, вот она бизона. Мы дошли на конец. Вот такие стаканчики дали нам, чтобы выплевывать туда косточки. Вишня есть. Полуободранная. Вишня мелкая. Крупная, не бизонная. Есть, пойдем посмотрим. Вкусная. Наверху вон, бери. Лестницу подставим. Вот она вроде как крупная, но она еще зеленая. О, вот тут дерево есть. Сейчас сюда пойдем. Приварена вот такая штучка, чтобы можно было в руках не держать стаканчики. Подставочка специальная такая приваренная. Крупненькая есть. Да. Ты только хочешь переставить? А куда? А вон, вон. В принципе, тут ягода есть. Ягода есть. Все? Подожди, я ставлю. Стой, 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 стой. Подожди. Я держу. Вот такая вот крупненькая, в принципе. Такой вот сорт. Белорозовый. Здесь находятся парники с клубникой. Боже. Прям такой запах развивающийся. Вот у них клубничка. Вот она. Все, она уже отцвела практически. Это вот маленькие, такие маликусенькие. Маленькая, но она, в принципе, сладкая. Да, очень сладкая. Здесь тоже клубничка. А это какой-то черный, черный такой сеткой накрыто. Это, видимо, от солнцепелка. Какая-то отражающая, вон она даже серебристая какая-то. Такая сетка, интересная. Фу, какая жарища. Ужас. Там вон что-то готовят. Видишь, что-то, что-то кому-то готовят. Наверное, пиццу кому-то делают. Вон, видишь, дымочек такой идет. Так, вот здесь вот мусорка такая, чтобы выкинуть. Там вон в той стороне что-то жарят. Можно мясо пожарить. Класс. Можно мясо пожарить. Тут гамбургер. В общем, говоря, обожрался. Можно в гамаке полежать. Нам принесли вот такой чай. Ноль калорий без сахара. У тебя какой с сахаром? Сладкий? Это лимонад. Прям вкусненький такой. Вкусный. У тебя какой. С добавлением сахара. У меня нету. Вот этот вкуснее. Он как простой обыкновенный чай. И вот такой вот цветочный аромат. Потому что там внутри не добавили бутончики такие маленькие. И долька лимона. Вот здесь вот какой-то домик даже есть. А что это такое? Может быть какая-то обзорная площадочка такая. А, тут крупная гибридная вишня. Вон у них росли. И это что-то в виде обзорной площадки. Какая красота. И отсюда прям открывается такой шикарнейший вид. Боже мой. Вот это вот придумано классно. То есть отсюда прям вся ферма видно. Вся ферма. И посмотрим, что там внутри. А, тут вот такая зона отдыха тоже. Пахнет дровами. А, вот дрова. Я думаю, прям такой запах приятный. Ну, тут вот можно приехать, пожалуйста, прибухнуть. Это супер, супер. Тут можно позвонить в колокольчик. Вот сюда подняться. И сейчас будем звонить в колокольчик. Отмечаться, что мы были здесь. Написано, что нужно три раза звонить в колокольчик. Мы на второй этаж забрались. Давай, звони. На ней, я рок-канал. У тебя был их бренд, когда ты кидивай. Давай. Все? Есть. Три раза позвонила. Вот отсюда шикарный вид. Он еще шикарней, чем вот там внизу. Пойдем чекать туалеты. Мужской, женский. Нифига себе. Ну, туалеты крутые. То есть, вот тут коврик такой. Зеркала. Раковины такие. Прям здесь все. Ну, вальничек. Все чистенько. Здесь даже есть ступенечки для детей. Все чисто. Мусор вытащен. И даже есть диванчик. Там такой вид вот. Класс, круто. Ничем не воняет. Сидушка детская есть. Так, все чисто. Бумага, освежитель. Для мелкого мусора. Класс. Так, а что у нас находится в этой стороне? Здесь даже зону сделали. Смотрите, здесь даже сделали зону. Под деревом. То есть, сел. Сел в тенечек. Расслабился. И смотри, как дети играют. Фу, это ж просто кайф. Почему мы сюда не приезжали, когда мои дети были маленькие, а? Во! И даже взрослые вот на качельке на такой могут на веревке прокатиться. Ну, можно прям, там всякие лестницы есть. И сеточки вот такие. Можно, это прям, ну, ты считай лазишь среди деревьев. Офигеть. Класс. То есть, вот в этой палатке берутся крючки, там зацепляются, и в них, значит, для безопасности. И здесь даже предусмотрены вот эти вот сетки для того, чтобы кто сорвется, тот упал на эту сетку. Ну, да, класс. Вон, кто-то там лазит. То есть, вот эти вот прицепки, или как они называются, крючки для безопасности, можно взять вот в этом шалаше. Супер. Вот этот отсек у них рядом с гамаками, фишинг, вон, Цури, Цури-Бори. Можно здесь взять спиннинги, удочки и пойти выловить рыбу. И можно пожарить, кстати, вот там недаром мангалы стоят. Вот спиннинги у них здесь такие. Вон, у деда в палатке там. А вот здесь, видимо, вот в этом пруду можно ловить рыбу. Просто офигеть. Взял удочку, пошел наловил рыбы, порыбачил. А потом на этих мангалах самим можно пожарить рыбу. Обычно или просишь, или жаришь сам. Ну, класс. Прям полноценный такой отдых на ферме. То есть там ты берешь удочку, а вот в этих прудах ловишь рыбу на фруктовой ферме. А вот и красная смородина. Вот она, господи, прям кусты с красной смородиной. Просто вот они в ряд идут, и все. И можно набрать этой красной смородины. Ой-ой-ой-ой, тут она прям вся, вон она. Шиповник и красная смородина. Или это не шиповник, что это такое за ягода? Похоже, как на шиповник. Но он на деревьях же не растет, шиповник же на кустах растет. А это что за ягода? Вот, все дерево. Тут вот кусты с красной смородиной, я в шоке. Попробую, обдеру. Да, вкусная. Кисленькая. Теперь мне понятно, за что я заплатила деньги. То есть тут не только ты приехал, поел вишни, а ты приехал на полноценный отдых с семьей, с детьми, с друзьями, да даже парами. Можно прям шикарно провести день. Мне понравилось 8,9 балла из 10. Моя оценка вот этой ферми. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...